Но на происшествие подобного рода часто толкает спиртное. Полторы тысячи литров алкогольной продукции изъяли полицейские в одном из магазинов Братска. Естественно, на это были основания. Несмотря на полный запрет розничной реализации спиртного, который был введен 1 июня, предприниматель продолжил продажу напитков, за что и поплатился. Подобные нарушения в области не редкость. Причем некоторые коммерсанты идут еще дальше и реализуют алкоголь детям. Такие факты регулярно выявляют общественники о том, как они работают. Следующий сюжет. Покупатель в синей футболке несовершеннолетний. Это значит, что продавать ему алкоголь и сигареты по закону нельзя. Но в Иркутске всегда находятся те, кто в обмен на пару сотен рублей готов налить ребенку литр пива и посоветовать определенную марку сигарет. Съемка на скрытую камеру ведется не случайно. Именно так проходит контрольная закупка. А вот уже в 12-й раз общественники Иркутска проводят рейд по выявлению фактов продажи алкоголя детям и подросткам. На собственной корысти попались 9 продавцов. К каждому из них после закупки несовершеннолетний покупатель обязательно возвращается. Вместе с сотрудниками полиции. В этот момент и начинается парад нестандартных отговорок. Чаще всего имеет место заявление о том, что либо не продавали ребенку, ребенок утащил, либо о том, что ребенок был вместе со взрослыми. Ну, самое простое это о том, что я не продавал, он не у меня покупал. То есть это вообще все было спланировано и подстроено. Но доказательства нарушения чаще всего неопровержимы, как итог штрафы. Да, их несколько. До 50 тысяч рублей для продавца, до 200 тысяч для директора магазина, ну и до полумиллиона, как юридическое лицо заплатит сама фирма. И все это за одну бутылку пива. Математика вполне очевидна, но не для всех. Только с начала года в Иркутской области выявлено более 150 фактов продажи алкоголя детям. Евгений Шоев, Новости по будням.